Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, стараюсь жить по заповедям, хожу в храм, но нет никакого ощущения того, что душа становится чище. Почему это происходит? Это происходит потому, что вы не следуете до конца за Христом. Потому что шествие за Христом — это путь постоянного восхождения, постоянного преодоления новой высоты. Как точно говорит Писание, переходим от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу. Апостол Павел говорит удивительные слова. Говорит он, ревнуйте о дарах духовных, и я покажу вам путь еще превосходнейший. У духовного развития нет никакой мертвой точки, нет остановки. Любая остановка знаменует собой то, что вы начали опускаться вниз. Если вы решили для себя, что исполнение церковных правил достаточно будет для вас, чтобы душа горела огнем любви к Богу, то вы заблуждаетесь. И даже причастие святых христовых тайн одного только недостаточно для того, чтобы возрастать в Боге. Общение с Богом, Богообщение, которое приводит человека к обожению — это непрестанный труд всего человека. И духа, и души, и тела, и мысли, и настроение, и чувствование. Это постоянная борьба, и как замечательный боец и искусный воин, который никогда не останавливается в своем развитии, точно так же, как и хороший ученый, и любой труженик, постоянно развивается так или иначе, стараясь приобрести новые навыки, новые знания о той профессии, которую он выбрал, точно так же и христианин. Душа христианская не может довольствоваться тем, что достигла определенного уровня, что ли, умения в своем стремлении к Богу. Поэтому ревнуйте о дарах духовных, и Господь покажет вам путь еще более превосходнейший. Больше читайте, размышляйте, ищите подобных себе ревнителей стяжания Духа Святаго. И пойдете путем святых, которые шли за Христом, с житиями которых вы всегда можете ознакомиться. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...